всем привет меня зовут елизавета щербакова сейчас я расскажу вам как выровнять тон лица избавиться от акне чтобы ваша кожа была идеальная ровная и красивая для того чтобы выровнять кожу лица если у вас акне и неровности на лице очень важно первое что сделать это очистить лицо тоником желательно тоник использовать для сухой кожи даже если ваша кожа очень жирная даже если кожа находится в дисбалансе и жирная и сухая то есть комбинированная или кожа полностью сухая если вы делаете макияж для долгого торжества и вам важно чтобы ваша кожа была идеальная в течение дня я бы порекомендовала использовать тоник для сухой кожи следующим этапом я буду перекрывать полностью все лицо основой под макияж для данного типа нам понадобится очень большое количество примерно пол чайной ложки для того чтобы выровнять неровности и начну перекрывать неровности на лице в данном случае это зона тэ где небольшая часть расширенных пор и после этого я буду работать с покраснениями следующее что очень важно это проработать красные пятна то есть в данном случае это окне я буду использовать тональные основы которые идут очень плотной текстуры я возьму тональную основу для сухой кожи опять же повторюсь неважно какая у вас кожа жирная комбинированная или сухая и перекрою все покраснения перекрывать покраснения я буду этой плотной текстурой вбивающими движениями аппликативно именно на участке где находится красная точка аппликативно перекрыли участки покраснения на лице это желтый пигмент можно также использовать розовый и желтые пигменты в данном случае мы использовали и желтый и розовый перекрыли все аппликативно и сейчас ждем какое-то время чтобы праймер или основа под макияж вместе с тональной основой смешались после этого я буду растушевывать именно на этих участках большой пушистой кистью для того чтобы перекрыть эти неровности а в цвете после того как мы распределили тональную основу я возьму более тонкую текстуру тональной основы в данном случае это будет крем сиси и он будет самый светлый но вы можете использовать светлый или средний оттенок для того чтобы убрать покраснения светлые средние они подходят пигмент желтого оттенка перекрывает неровности в цвете на лице в данном случае я возьму светлый потому что цвет кожи моей клиентки очень светлый и нам достаточно будет светлого крема си 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 очень важно перекрывать полностью все лицо он перекрывать глаза мы подготовили нашу кожу убрали окна и покраснение теперь я предлагаю убрать темные круги под глазами есть небольшие круги потому что мы перекрывали светлой текстурой крема си си если на чистую кожу наносить светлый оттенок любой тонкой текстуры корректора или крема си си то кожа будет давать свечение я предлагаю использовать на это же подготовленные подготовленную кожу тёмный пигмент в данном случае я возьму немного темного крема си си самый темный оттенок я нанесла темный оттенок и теперь очень важно его растушевать тушевать лучше аппликативными втирающими движениями для того чтобы это темный пигмент перекрыл полностью небольшие затемнения под глазами мы перекрыли полностью все лицо лицо готово для нанесения тона сейчас мы будем лицо моделировать с помощью двух техник которые называются стробинг и бейкинг но перед этим я бы хотела немного смоделировать двумя оттенками румян а мне для этого понадобится розовый оттенок матовый для того чтобы перекрыть покраснение и я буду сразу использовать хайлайтер применять технику стробинг обратите внимание куда я наношу хайлайтер но первое что я делаю я наношу румяна я нанесла на скулы розовый оттенок матовых румян теперь я буду делать технику стробинг для этого нам понадобится хайлайтер я буду использовать вот этот из этой же палитры он содержит пигмент розового буду наносить на верхнюю часть скулы немного на нос на лук венеры на верхнюю часть губы и на подбородок можно нанести между бровей если у вас не сильно расширенные поры в данном случае мы можем это применить следующее что я делаю я использую темный оттенок румян для того чтобы смоделировать и буду наносить его под скулу очень тонкой текстуры и тонкой линии от центра к периферии с помощью такой техники скулы становятся более рельефными приподнятыми и лицо визуально получает лифтинг эффект еще не забывайте пожалуйста про шеи очень важно наносите на вот эти участки на эти участки темные продукты также можно полностью перекрывать всю шею и зону декольте следующее что я сделаю эта техника называется бейкинг мы будем использовать белую прозрачную рассыпчатую пудру которая обладает hd качествами для того чтобы сделать лицо рельефным смоделировать его и убрать блеск на лице для этого мы будем наносить малую кисть пушистую и достаточно большое количество белой пудры нанесли на челюсть на межбровное пространство немного на нос на треугольники под глазами или морозные щечки но чуть-чуть повыше и зону вокруг глаз желательно не заполнять для того чтобы пудра не забивала чтобы был легкий эффект и немного на подбородок нужно подождать какое-то время я рекомендую где-то секунд 30-40 и после этого растушевать тушевку желательно делать всегда наверх для того чтобы лицо было рельефное подтянутая в лифтинг эффекте я предлагаю сделать натуральный макияж так как у модели очень красивые большие глаза пухлые губы мы подчеркнули кожу улучшили ее качество сейчас нам важно подчеркнуть брови глаза и губы и мы это сделаем очень быстро двумя или тремя продуктами для этого нам понадобится карандаш для губ карамель я буду перекрывать полностью волоски и немножко пройдусь по коже после этого этим карандашом я заполню контур губ и также перекрою все подвижное веко я перекрыла карандашом для губ карамель и брови и глаза и губы очень важно теперь растушевать эти участки на лице для бровей мне понадобится одноразовая кисточка для туши для губ и для глаз я буду использовать кисть с макияй для чего я это делаю для того чтобы макияж был быстрый эффектный и роскошный очень легко работать с восковыми продуктами принимая температуру кожи очень легко тушуется мы растушевали следующее что буду делать я могу использовать любые продукты влажные сухие и перекрывать все подвижное веко но очень важно чтобы эти продукты были мерцающими или перламутровыми в данном случае я еще воспользуюсь одним карандашом для глаз который мне в этом поможет это будет плотная тонкая текстура но я нанесу его в межресничное пространство для того чтобы веки были в лифтинг эффекте и ресницы казались более объемными я думаю что вы сейчас заметили что зеленые глаза стали еще больше насыщены зеленым контрастом потому что мы использовали карандаш который содержит фиолетовый пигмент и все цвета которые на цветовом круге находятся напротив друг друга они усиливают и дают контрастность данном случае мы воспользовались этим приемом сейчас я воспользуюсь светлым хайлайтером нанесу его полностью на все подвижное веко кистью с помощью которой мы моделировали лицо можно оставить так завершить макияж блеском для губ и тушью это будет очень быстро роскошный эффектный макияж с красивой сияющей кожей и будет как дневной или натуральный макияж можно оставить такой вариант добавив еще два элемента но мы сейчас продолжим мы увеличим внешние уголки глаз для того чтобы подчеркнуть красоту глаз чтобы глаза были более эффектными для этого я буду использовать матовые черные или коричневые тени очень важно растушевывать все что вы выводите за складку а это дает эффект открытых глаз и когда вы используете уходовую косметику она впитывается и кожа смотрится еще дороже нижнее межресничное пространство мы обязательно будем прокрашивать очень тонким слоем и для этого я воспользуюсь тем же карандашом который содержит очень жирную текстуру я прокрашу от внешнего края до внутреннего очень тонкой полоской для того чтобы увеличить глаз в данном случае для этого разреза глаза текстура карандаша очень важна и цвет также важен потому что плотные тонкие текстуры которые содержат мерцающий элемент очень важно наносить тонким слоем межресничное пространство чтобы не утяжелить века и также цвет мы подбираем цвета или на два-три тона светлее в цвет ваших глаз или на два-три тона темнее в цвет ваших глаз в данном случае мы использовали я повторюсь опять противоположный оттенок для того чтобы усилить контраст зеленых глаз мы использовали фиолетовый пигмент а так как вы сейчас то видите достаточно подчеркнуть немного ресницы объемной или удлиняющей тушью в данном случае я использовала объемную черную тушь если вы используете это макияж как натуральный и дневной я бы порекомендовала использовать коричневую или шоколадную объемную тушь для того чтобы перекрыть верхние ресницы и перекрыть нижние по середине или можно перекрыть полностью нижние межресничное пространство в данном случае мы заполнили верхние и нижние потому что глаза большие открытые и разрез эти глаз позволяет заполнить полностью все ресницы следующее что я буду делать я перекрою тонкой текстурой губы очень важно наносить блески двух оттенков или розовый кукольный розовый оттенок он придаст свежесть он сделает образ более выразительным и ярким это можно применить для коктейльного макияжа что я и сделаю сейчас если это более дневной макияж или натуральный то тогда бы я порекомендовала использовать оттенки более шоколадные более натуральные более кофейного цвета завершили наш образ тонкой текстурой розового блеска получился красивый дорогой образ роскошная кожа распахнутые глаза и пухлые губы с помощью этих техник быстрых аккуратных вы можете применять их каждый день для того чтобы ваша кожа всегда была сияющая я рекомендую использовать технику струбинг и бейкинг для того чтобы ваши губы были пухлыми и более чувственными лучше использовать карандаш тонкой текстуры и светлого оттенка как мы в данном случае делали карандаш карамель и для того чтобы тени были стойкими и или любой продукт который мы наносим на глаза мы использовали восковой продукт карандаш для губ приглашаю тебя на базовый курс для визажистов создавать свой образ изменить образ для других подбирать палитры пользоваться профессиональной косметикой класса люкс и класса премиум если ты хочешь быть сертифицированным специалистом приходим у меня кайфу для визажистов у меня все такое на 3-4 время практически не очень много фото и 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 а Субтитры сделал DimaTorzok